сегодня собеседника у меня два режиссер и актер а гость один потому что он совмещает себе эти многие другие ипостаси сергей пускепаль в гостях прошу вот меня всегда сергей озадачивает вот этот момент как человек с опытом режиссер режиссера с навыками режиссера может актерствовать то есть я знаю что вы не любите вот играть говорит что надо просто быть собой в предложенных обстоятельствах как он может быть предложенных обстоятельств когда не он предполагает обстоятельства как вот вы с опытом режиссера подчиняетесь воле другого режиссера ну во первых мне кажется взаимоотношения между режиссером и актером не не находятся в области подчинения рак на май на мой взгляд и там скажем такой есть стереотип да вот я так ранее давался и старые думаю что все-таки это не подчинение объединение какое-то вокруг возможного общего замысла и общей идеи какой-то потому что в театре в дальнейшем актер становится проводником так сказать автора и режиссерских каких-то идей если это будет просто какой-то значит нанятый работник и там раб этой этой лампы то никакого толку из этого не будет он будет так сказать из-под палки так сказать из производства необходимости этим заниматься должен быть полноценный автор этой работы и полноправный полно ответственный в кино здесь гораздо проще потому что и проще и сложнее потому что кино как бы там что ни говорили но все равно используют то что уже заложено в человеке природой и в родителями образованием общем все что называется личностью индивидуальностью и здесь режиссер просто использует своего тоже друга зачастую друга как в моем случае потому что все наши отношения в режиссеров тех картин где снимался но одна ткну тире дружеские потому что ну я не боюсь так сказать и навязываться в товарищеский дружеский но скорее дружеские потому что у нас и отношения продолжаются после каждой съемки каждого фильма как ну так или иначе эту здесь нет не идет разговора подчинение но тем не менее первый он в этом смысле потому что он нашел идею я имею до режиссер в картине он нашел идею он нашел деньги он проводит кастинг он от как сказать примеряет эту идею на людей на так сказать коллектив индивидуальности и даже кажется просто надо понимать куда он так сказать о чем он хочет рассказать а дальше ни одной ни на одну съемочной площадке никто вот как я как я сейчас снимал фильм дальше не мешает ой как вы имеете вот еще снял фильм клинч по пьесе у вас спектакль был 10 лет назад и вот его успех нас подвиг с автором этого этой пьесы этого текста алексеем слоповским делал в киносценарии вообще постоянный сада да 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 это мое счастье вот я продолжаю эту идею эту мысль хочу закончить что и дальше даже просто надо слушать что он просит в кадре и а его задача дальше пусть не мешать вот я также ставился алексею серебрякову замечательного артисту томасе домской сейчас будет мне кажется новая звезда нашего киноэкрана и вячеслав евлантьев тоже замечательный актер и но гребену стеклову даже представлять не стоит по всей и так любят вот и дальше не мешать просто мы обсудили все дальше надо просто снипту что называется снимать кино ушли от ответа вошли не нашел никак я никого не мама их мать авторская оценка я так вижу что уже я вас перебью потому что у нас традиция есть я смотрю что один очень вас там голосисты и вот нет вот давайте все таки он уже выбрал для себя в общем другую судьбу а дабы шансу дадим это девочки 5 месяцев да спасибо дадим шарел рис и биатрисе да мы пристраиваем приютских животных зрителям нашей программы и спектакль много шума из ничего вы знаете вообще говорят что животное невозможно переиграть и вот не никакой режиссер не может управиться он может только где держать ее в кадре но и чувствую в данном случае недолго у вас стать есть домашние животные у меня был у меня был наш замечательный питомец собака шпиц такая ними не маленькая его звали ромео удар сердца полностью имя просто просторечье вызвали ромик вот но недавно он так сказать умер вот и у нас конечно еще год переживаем но тем не менее сейчас глеб сергеевич завел попугая сергеевич ваш сын на мой сын да завел попугая продюсер как как все шутят журналисты завел попугая под названием игорь теперь у нас по что вот тут у глеба в отличие от меня вот как раз аллергия на к сожалению пуша он страшно от этого страдает потому что у нас не мог даже собакой с нашей общаться какое-то время вот но если аллергия вообще да 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 на всех живут вот мы сейчас прям что делать причем он так не может как сказать тянулся они лоба это его собаку он ее как-то тоже спродюсировал чтобы она была в нашей семье к сожалению вот такая ситуация или нас попугай кстати почему-то по сложной ассоциации от разговора про животных хотел бы перейти к голливуду мы с вами очень коротко проговорили про вашу работу в фильме макдональда черное море где вы жудом лоу играли значит вот это в начале года вышла ленты приключенческой ленты я так понимаю по жанру и вот вы меня задача ли я в зрителям сразу скажу скажу что и голливудские актеры наши работают одинаково мне всегда казалось что очень разные и требования во-первых на площадке режиссеры по-другому ставят работу к актерам актеры с другой ответственностью работы значит вы утверждаете что разницы никакой нет ну если говорить про тот состав который был с нашей стороны я не хочу никого там хоть и других в коллег по цеху там не 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 так сказать не не принизить им не возвысить но просто у нас тоже был состав то знаете и константин хабецкий и серёжа векслер и серёжа колесников и григорий добрыгин вот ваш покорный слуга с их стороны был не менее такой замечательный состав то есть все достаточно профессиональные люди и как бы ну желающий что-то сделать и так сказать интересующиеся но историй который предложил кевин вот и макдональд режиссер и конечно джуд лоуд всем все всеми и так сказать о женском населении любимый так сказать человек и он он британский актер да британский в лондоне на студии на их я бы не скажу что мы там как-то были может быть даже напротив мы не чувствуем себя ущербными как и ребята мы как-то мы именно она работала та разница что мы русские они англичане в этом был конфликт этого сюжета построен был построен на этом и как-то мы за за кадром так сказать за за съемочной площадке очень дружески проводили вечера в таком мы то что называется понтами не не присуще но попробуйте перед константином юрьевичем пахобенске по понтица или там перед вашего покорного слугой ну как-то я не понимаю это самое интересное что черное море что это вообще за вот эти вот кино дела черное море снимается вдруг в англии кси да да ну это плате это такая история как бы кевином задуманная у него сама у него предки царь жены предки же его жены они русские и вообще у них такие как бы он к это к нашей стране русского рода макдональдов да ну да он такой да шотландец но жена у него вот как бы такого с этим с гордостью кстати все время это отмечал и его вы знаете у него замечательный фильм последний король шотландии все равно есть какой-то момент слияние культур да вот этот последний как не помню про легион последний когда про римский легион постоянно как мне кажется столкновение культур да и значит в данном там римской империи эти бритов там потом давай потом значит ну вот этой страны с доктором в нашем случае это русские и так сказать сборные мне кажется в этом у него существует какой-то его личный человеческий интерес вот поэтому понятно что нас привлекли со стороны так сказать ну мы со стороны русских взяли тут долги был кастинг нас отбирали и не по принципу тома где-то russian like russian вот это все да вот не подбирали людей мы долго обсуждали там кое-что он поменял кстати после разговора с нами поменял какие-то сюжетные вашей флотской прошлой вы же служили а вот чего это вы его и мы могли как раз объяснить все ригория добрыгина отец вообще подводник в прошлом офицер потом на подводной лодке просто да 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 и поэтому были консультации нам что-то рассказывали конечно это подводная лодка она немножко волшебная потому что таких ноги много технических несуразец но я надеюсь я видел фильм они не повлияли так сказать не не так хотелось так я хочу так думать что так сказать не отвлекли от основной идеи вот ну вот снялись снялись раз уж мы про черное море заговорили я так понимаю что вы недавно вернулись из севастополя то есть вот были днями буквально что делает там там тоже съемки посвящены так морскому делу это снимает компания кинокомпания профит игоря толстунова такой достаточно амбициозный проект под названием ледокол снимает у николая хамирики вот часть мы снимали в мурманске на туру сейчас экстерьеры все снимаем севастополь вот скоро уже 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 практически две трети уже поза так сказать за плечами а как ваше личное отношение вообще к тому что в соцсетях обозначается хэштегом крым наш а как чей ну вы знаете есть самые разные по этому поводу мнения в том числе и в среде кинематографии если говорить про это я я понятно что наверно у кого у каждого наверно свой взгляд но пусть они также считают что ну можно говорить что польша наша у кого-то я говорю не наша своя и самоидентификация хотя у нас очень много оснований считать что польша наша да и так далее сейчас разбираться в этом но крым он ну как мне кажется все президент на первое лицо нашего государства совершенно четко доложил и никто пока еще никаких таких контраргументов обратных заслуживающих моего уважения не слышал хотя бы так много чего просматриваю много так сказать каких-то вариантов другого развития событий мне кажется абсолютно оптимальная наконец вот та справедливость которая не знаю как на этой беловежской пущи возникла сейчас как-то слава богу вот именно слава богу наверное вас кстати ведь такая достаточно уникальная ситуация том то что за словом замес у вас папа из литвы мама болгарка из пренестровья по моему вот с такой редкой фамилии в школе на флоте не было никогда никаких вот разборок знаете вот же не совершенно недавно был по линии там от одной программы в литве и меня там спрашивали вот у них же тоже сейчас какой-то там паранойя какая-то возникает по поводу нашего прошлого совместного вот имя как бы меня спрашивали я говорю узнаете а как вас там игру вот насколько я помню людей в россии с литовской фамилии ожидали только преференции потому что если назначали куда-то с литовской фамилии значит литойность порядочный работящий приличный человек и так далее ну насколько я помню вот я пришел служить я был сначала машинистом триумным водолазом машинистом триумным я когда пришел на корабль сразу с моей фамилии мне сразу все кречики определили но это совсем другая служба и более такая уже ну или ты скажем флотская да даже даже меня не видел командир просто списке пришли моя фамилия сразу же секретчик сходил уже на берег демобилизовался вот я и всем объясняю что я не помню ни одной ни одного момента чтобы кто-то там ну доброса как это доброжелательно как иногда называют там мар-2 там называли лабосы да басы там да но это как-то видишь татар татар то но это мне кажется в этом есть какой-то ну доброжелательство наоборот как бы да когда ты вот нормально ну собственно вот слова хохлы она тоже никогда и раньше мы вас воспринимали но мы все с юмором ну да это все как бы доброжелательно мне кажется наоборот ну не бушка если ты человеком знаком он его зовут владимир все минут если он твой друг не что вызовет владимир ты в новую володь когда вовка там вовчик да ну какой-то все рот и это имя адаптируешь под ваши отношения мне кажется это наоборот было свидетельством каких-то очень добрососедских отношений каких-то ну ласкательный уменьшительных что они на атом знаете я украинец а знаете я литовец как ну литовец молодец и хорошо кто против да а по-литовски что-нибудь знаете или в семье пути бишки трупуть аж с у брата упали или тоешкой ну немножко понимаю по-литовски а по-болгарски наверно нет да по-болгарски вообще хотя мама говорю что начало говорить вообще как человек на болгарском языке да да и потом как-то ушло все а мама чем по профессии мама была у меня родители уже да я знаю что да и папа-то геолог я знаю не папа не геолог помимо геомистом но все время работал в геопартии сначала когда уже так сказать моей сознательной жизни мама была штукатурмалер понятно а вот вы ведь на самом деле я так понимаю провели на чкотке такой значительный кусок где-то и снимали там ведь фильм да как я провел этим летом не приезжали в тот городок в котором была попытка не получилось потому что далеко наоборот там не очень далеко но обстоятельства от этой дорожной ситуации лучше через москву туда прилететь из пивека чем если чем из пивека в билибина потому что билибина да да билибина потому что так устроено у нас что туда если только есть какая-то оказия там или счету там 300 километров от пивека до билибина в порядка 300 километров но добраться я уехал у меня была такая но надежда алексей по-погребски меня отпустил режиссер этого фильма как я провел тем летом я приехал в пивек раньше всей группы они что там до снимали что-то в надежде на то что кто-то там из метеорологов будет какая-то кази вертолет борт какой-то туда ли еще что-то ну так не оказалось очень опять не там просто шатался по пивеку поджидая всех остальных и мы улетели уже на большую зиму так не получилось а вот было ощущение уже во время съемок что это будет успешный проект что будут премии награды или просто просто была рутинная работа вообще вот насколько у творческого человека вот у вас не будем про вообще обобщать творческого человека есть тот момент угадывания что да получается и или наоборот что-то вот не покатило мне кажется он где-то там подтверждается на какой-то практикой какой-то статистикой может быть уже того что люди относятся к со вниманием к тому что ты делаешь потому что я не знаю вам наверно обманут вас у вас обманут если скажут я делаю этот фильм и он обязательно возьмет оскара там глобус там кинотавр московская ну и так далее просто вранье все надо делать любой нормальный человек на так мой коллега из любой сферы он просто сначала делает дело которое ему очень нравится а дальше потом возникает тут когда сидит ребенок в углу и думать ее этим понравился за это приздали и дальше возникает момент такой же радости и и и и чудо потому что не безусловно ты же не когда не берешь работу не думаешь да это в я это же в страшно бесит там ящик стол любого писателя художника нормального да это страшно не хочется чтобы это было увидено услышано так сказать осязаемо людьми поэтому конечно закладывая то или или другое каждый режиссер опять же на мой взгляд я всегда это делаю интуитивно понимаю что есть какой-то дефицит ну вот как сказать мы сидим все вместе разговариваем и вдруг я понимаю что вот в нашей в нашем в нашем разговоре не хватает какой-то темы которая бы оживила наше общество сейчас нашу компанию наш коллектив я говорю ребята не поговорить ли нам о том там об апельсинах начинаю рассказывать и все это как бы заметно оживляет наше собрание которое начинает кемарить уже да так сказать начинает утомляться и также мне кажется в предъявлении какой-то идеи в кино или в театре в любой в книге в любом виде искусства он способств оживлению общественной жизни какой-то да не осквернению не оскорблению не унижению а оживлению вот все что остальное по другу по другую сторону борта это как у нас в компании вот тут и к чему-то как зарядит вроде оживил но не в том ключе правильно вот поэтому мне кажется любой художник и я думаю все мои ребята вот режиссеры мои друзья и я в том числе мы вначале не дума то что это будет там какие-то призы сначала хочется вот выразить избавиться что ли от того сюжета который в тебе существует мы неоднократно то есть ну как минимум в трех интервью подчеркивали такой тезис что нельзя работать за деньги вернее только за деньги что вы никогда не возьмете за тот сюжет или за ту роль которая вам не подходит и вы ее не чувствуете сколько вы за нее не заплатили ну вот рассуждать так просто и хорошо но для этого надо иметь какой-то крепкий тыл всем же приходится как-то мы же материальном мире живем вот я не только это я не осуждаю своих коллег так сказать и которые иногда вынуждена идут на то чтобы заработать и так сказать решить какие-то суждаем сейчас вот честно суда нет нет никак не осуждаю я просто понимаю что я всегда внутренне все равно все равно мы обменяемся что деньги ты проешь деньги мог по не потратиться люди даже не заметишь и забудешь что они а вот это потому что мы занимаемся таким странным бизнесом если изменить за это слово да который мы такие все равно отчасти плевки в вечность такие да все на части то есть ты сказал это уже возникает осадок после тебя какой-то остается или нет ты вроде потом будешь всем объяснять что нет я тут заработал мне надо было там крышу подлатать или еще что-то сделать это уже людям не объяснишь поэтому конечно я не осуждаю но просто говорю надо быть в этом смысле понимать что ты за это потом будут какие-то последствия просто понимать и дармические и дальше не обижать и последствия как-то ну ну бы нам дуционные репутационные конечно в первую очередь и потом не обижаться на это больше потом же к возникает какой сыр бор что начинают обижаться вам что ты обижаешься ты же понимала все не обижать я в этом смысле просто получать ситуация такая что если мне какой-то ну вдруг неожиданные возникает затишье там виде кино скажу я могу поставить спектакль еще и как бы у меня нет вот этого страшного зияющего ощущения ну невостребованности какую-то да то есть паузы какой-то в творчестве поэтому я в этом смысле как сказать на свободнее что ли и независимый уже вы на двух ногах стоять режиссер и актеров и поэтому не зависит от кастингов и от приглашения ребят я прекрасно понимаю когда вдруг вдруг прекрасный артист или еще что-то вдруг возникает череда каких-то не утверждений возник возникает момент внутреннего какого-то рефлексе рефлексии конечно он вы и тут он что-то предлагают конечно надо я я всегда в этом берись за любую работу потому что чем чем минута такая плоха поэтому я здесь не осужден но видите у меня такой случай я и я могу пошутить в смысле может быть еще не было таких предложений которые могли бы компенсировать не было не такой суммы не было таких предложений а разочарований какие-то были с того вот большого списка вы там фильмографии ваши театральные работы что вот не получилось сейчас бы уже по-другому было конечно конечно театральной моей практике у меня вообще первое мое становление вообще это было ряд неудач которыми так сказать закалили отчасти и так сказать я так думаю я так не сидел не анализировал потому что у меня много не выпущенных спектаклей там я бы я понимаю что это тоже какая-то наверно для меня то это становление а для людей это финансовые утраты надо для продюсер и так далее поэтому такое обучение достаточно дорогостоящий для всех сторон и по яшу по режиссер в этом смысле он такая штучная штучка штучная штучка который же он дорого стоит как пилот боинга на нем много потрачено уже поэтому если он как бы оправдывает усилия так сказать из вложения проект про продюсеров раз от разу конечно его как сказать и гарантии стоимость его и так сказать и возрастает его востребованность и так далее вот это понятно но таких внутренних разочарований понимаете как сказать я все равно так что произошел чтобы я вот прям горько сетовал на судьбу что вот господи как же меня так я не могу просто все равно это мой выбор всегда я лично до 3 мы финишируем вот такой игрой вправду сразу говорит вопрос не мое это гоши куценко придумал все это для него придумали французы а он адаптирован значит вот из этого красного мешочка вы достаете так это шамиров придумал игру вправду ну вот нам это сказал гошу куценко берете да этот красный мешочек нет хорошо ничьи достаете оттуда любую фишку на угад а можно я себя не захочу не отвечать можно конечно легко они же игра вправе тоже тоже ответят я всегда один до одну фишку 1 до 1 это голубая и любую синюю карточку она досталась вопрос какой-то вопрос на подумать кого из родителей вы любите больше маму или папу вопрос некорректно так же как некорректно спрашивать родителей кого ты будешь если в семье двор детей вот братик или сестренку вопрос некорректно и маму и папу всех люблю одинаково и одинаково совершенно относятся зрители моему сегодняшним гостю как к актеру и как к режиссеру. Им восхищаются и как актерам, и как режиссерам, и на то и все основания. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.